МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба лесной пожарной охраны Карачаева-Черкесской республики получила новую технику благодаря участию региона в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Ключи от трех малых лесопатрульных комплексов огнеборцам вручили заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Евгений Гордиенко и региональный министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова, которая затем рассказала нашей съемочной группе о важности этого события. Диана Солыховна, здравствуйте. Расскажите про сегодняшнюю передачу техники противопожарной службы, насколько эта техника им важна и насколько она им поможет. Ежегодно Карачаева-Черкесская республика реализует на своей территории нацпроект «Экология», который реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». С 2019 года нам удалось в рамках нацпроекта «Экология» закупить лесопожарную технику и оборудование в 36 единиц техники. В общей сложности за лесной пожарной охраной. Это региональная служба, которая реагирует на все очаги возгорания на землях лесного фонда. Существует уже на сегодняшний день 52 единицы техники, благодаря которому от установленных нормативов мы достигли уже с учетом вот этой новой техники 100% результат. То есть это огромная работа, хорошая работа, которая позволит нам выполнять все функции и задачи, возложенные на министерство, на регион, в части недопущения, пресечения, ликвидации, возгорания лесных пожаров на территории Карача-Черкесской республики. Ну и помимо вот этой противопожарной техники состоится совсем скоро и передача коптеров. Расскажите более подробно об этом. В этом году уже впервые был запущен такой проект. Это федеральный проект по закупке летательных аппаратов, которые помогут нам мониторить лесные пожары в целях как раз-таки пресечения, недопущения лесных пожаров, для того, чтобы мы уже начали работать не с последствиями лесного пожара, когда нужно заниматься уже в труднодоступной местности вопросом недопущения распространения огня, а все-таки на стадии возгорания локализовывать, ликвидировать ее в первые же моменты, в первые же сутки. Поэтому это большая работа. В этом году нам получилось включиться в эту программу. И вот в мае уже будет закуплена техника. Это шесть беспилотных летательных аппаратов, которые будут мониторить лесные пожары. Как мы видим, техники хватает, но насколько стоит остро кадры в вопросе? Есть ли люди, которые будут работать на этой технике? Лесная пожарная охрана у нас организована с 2015 года. Это специализированная организация, которая на самом деле показала свои достойные результаты в работе. Я думаю, что вы тоже мониторите. В 2023 году в конце года у нас было шесть лесных пожаров. Это такие хорошие, крупные пожары, которые требовали особого внимания. Потому что, во-первых, это труднодоступные места. Туда не добирается техника, такая грузоподъемная техника, потому что нет лесопожарных дорог в какой-то части. И нужно реагировать оперативно. Несмотря на время суток, в раннее время, в пять часов утра, бригада поднимается, выезжает на территорию, мониторит эту ситуацию и принимает все необходимые меры для того, чтобы локализовать и потушить. По итогам 2023 года лесная пожарная охрана показала действительно хорошую свою работу. Тем, что в первые же сутки, помимо локализации, у них получилось и ликвидировать все лесные пожары. Это отмечалось и на федеральном уровне, благодаря которому даже СКПО, то есть Департамент лесного хозяйства, отобразил, что Карачачевская республика справилась с возможными задачами, несмотря на трудность. Так как у нас Карачачевская республика – это прекрасный, красивый регион с горной местностью, но, к сожалению, это осложняет тушение лесных пожаров. Давайте немного поговорим о других акциях, которые курирует Министерство природных ресурсов Карачево-Черкесской республики, в частности, про акцию «Сад памяти». Она недавно завершилась у нас на территории Карачево-Черкесии. Расскажите более подробно. Да, в Карачачево-Черкесской республике ежегодно проводится акция «Сад памяти». Это в честь памяти о всех погибших в годы Великой Отечественной войны, которые на самом деле положили свои жизни для того, чтобы мы сегодня жили в такое мирное время, в благополучной, стабильной стране. И я думаю, что самое лучшее и самое правильное решение – это, конечно же, в честь памяти посадить дерево, которое будет расти и, в пример, следующим поколениям будет давать такой экологический посыл, чтобы все принимали вот такие вот меры для того, чтобы увековечить память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Карача-Черкесская республика, конечно же, принимает активное участие в этой акции. Только за период акции 2024 года нами было высажено более 9 тысяч саженцев на всей территории республики. То есть основная локация у нас была в городе Карачаевске, но несмотря на то, что это центральная акция была, все муниципальные районы на своей территории провели эту акцию. И в общей сложности нам удалось посадить 9 тысяч саженцев на территории Карача-Черкесской республики. Это одна из акций, которая проводится министерством. Помимо этого, в рамках нас проекта «Экология» у нас проводятся лесовосстановительные мероприятия как в весенний вегетативный период, так и в осенний вегетативный период. То есть каждый этап у нас проводится определенное количество высадки лесных насаждений. Помимо высадки у нас проводятся работы по содействию естественному приросту лесных насаждений. Это огромная работа, которая требует знаний специалистов для того, чтобы саженец был здоровый и, соответственно, рос на благо нашей экологии. Еще одна большая федеральная акция, в которой Карачаево-Черкесия активно участвует, это акция «Вода России». Расскажите о ней подробнее. В акции «Вода России», которая также реализуется в рамках национального проекта «Экология», Карачаево-Черкесская республика также участвует. Я думаю, вы сами тоже мониторите эту ситуацию. Три года подряд Карачаево-Черкесская республика занимает второе почетное место, что очень приятно. На самом деле в этом случае я выражаю огромную благодарность всем неравнодушным, те, которые принимают активное участие в наших акциях. И на самом деле мы видим, что общественные организации, волонтеры, органы государственной власти, местного самоуправления отзываются, и мы даем хорошие результаты, которые отмечаются на федеральном уровне. Еще один важный вопрос – это гидротехнические сооружения на территории Карачаево-Черкесии, их ремонт, эксплуатация. Расскажите, какие работы ведет министерство в этом направлении? В части капитального ремонта, строительства гидротехнических сооружений Министерства природных ресурсов с прошлого года начала реализацию на территории реки Кубань, это в ауле Хумара. Здесь объект с протяженностью 2 тысячи километров, 2 километра, который реализуется, это переходящий контракт, он реализуется 2023 года, но по плану он должен был быть реализован 2024-2025 году. На сегодняшний день подана заявка в Федеральное агентство водных ресурсов, для того, чтобы они уже с опережением довели до нас лимиты, для того, чтобы мы смогли завершить реализацию этого мероприятия в 2024 году. Есть уже согласование, уже подписано даже соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов, где где-то планируется в июле месяце получить эти средства и приступить к реализации. Помимо этого мы также запроектировали и провели все необходимые согласования в федеральных структурах, для того, чтобы приступить к новому объекту. Новый объект находится в Урубском районе, в селе Петгорное, и также в этом же соглашении мы учли этот новый объект, который будет приниматься к реализации в 2024 году. Пока есть согласование, ждем лимиты. И последний вопрос. Как часто министерство ведет прием граждан? Как люди могут к вам попасть? И какие вопросы чаще всего интересуют наших граждан? Еженедельно прием граждан, личный прием граждан проводится министром, заместителями министра, каждому по своему направлению. Если есть какие-то вопросы, которые требуют детального рассмотрения со стороны министерства, я, конечно же, собираю у себя в своем кабинете для того, чтобы детально рассмотреть документацию, предложения, обоснование причин тех или иных обстоятельств. И помимо этого, ежеквартально мы выезжаем в районы для того, чтобы на территории района услышать обращения граждан, которые более всего интересуют вопросы, касающиеся той или иной местности. Поэтому пока работа проводится, по мере поступления информации мы принимаем меры и направляем структурные подразделения, наши структурные подразделения, для решения вопросов. Какие вопросы чаще всего звучат? Конечно же, больше, наверное, лесные вопросы. Всех интересуют вопросы аренды лесных участков, всех интересуют вопросы, касающиеся экологии, водопользования, недропользования. То есть, вся основная деятельность министерства, которая непосредственно связана с экологией Черкесской республики.